здравствуйте уважаемые владельцы наших питомцев сегодня расскажу о том как лечить о том как проводить диагностику если вы хотите чтоб я рассказал как лечить и как проводить диагностику той или иной заболев того или иного заболевания присылайте подробно подробно вид животного до возраст и симптом как ни странно но вот именно отсутствие симптомов в большинстве случаев которые к нам присылают это приносит большие неприятности потому что нам приходится переносить этот случай приходится добавлять не вопросы повторно да и самое главное что надо это кошка это или собака или там какой-то вид животного обязательно возраст обязательно и обязательно какой симптом то есть описание симптома или видео симптома то есть вот это с этого надо начинать потом если вы присылаете какие-то исследования присылайте в диком формате в том формате в котором тот или иной прибор там компьютерный томограф магнитно-резонансный томограф выдал это исследование не скриншоты то есть скриншот это скриншот фотография монитора это фотография монитора они исследования вот ну и просите у врачей не картинки или не фотография а сами исследования потому что дать заключение по заключению нельзя можно только по исследованию а его надо получить чтобы посмотреть мне кажется это логично значит первый пациент у нас из москвы 18 лет то есть извините 12 лет 8 месяцев из москвы в двадцатом году и шинской интерьер удалили опиометру вместе с правой грядой очень желез в августе этого года 23 получается начало незначительно сочится лимфа вот откуда вот из третьего пакета лимфа левой гряды а значит стала жидкость выделяться да так 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 опиометру когда удаляли интересно кастрировали сукку или нет учащихся конечно удаляют и яичники тоже вот значит при узи вывели на увеличение одного из надплощников было направлено на к тем так в чем вопрос вопрос то есть что в чем вопрос вопрос значит у нас есть кт наверное что делать наверное что делать да кстати вот это же очень важно вопрос задайте вопрос был как-то эфир про искусственный интеллект да мы обсуждали как раз от вопроса о том что искусственный интеллект никогда не поможет в ветеринарии в медицине а знаете почему потому что никто не сможет у него ничего спросить но мы сейчас догадываемся что наверное скорее всего вы хотите узнать что делать с этим надпочечником но вообще до образования надпочечников лечится хирургическим путем они удаляются вот собственно говорят ответ на этот вопрос ну правда вопрос я сам придумал вот дальше если может быть двух и другой вопрос еще я могу посмотреть самые легкие наличие метастаза ну обычно в принципе делают карты исследования для того чтобы пациентов с на образованием ми в легком с на образованием чтобы узнать если метастаз в общем на самом деле для этого еще не вот поэтому сейчас я вот ну вот так вот смотрится собственно говоря исследование то есть чтобы посмотреть исследование нужно его прислать вот прислали это исследование ссылку на него мы скачали и мы его смотрим сейчас вот единственный момент то что здесь нету больше половины легких то есть сделано только пола часть грудной клетки ведь и да поэтому наверное все таки не стоял вопрос о образовании у легких не рабочий вопрос по образованию надпочечника он удаляется собственно говоря и все это достаточно несложная операция и делается она по временем недолго вот на моем канале есть эти операции можно посмотреть вот вот удаление надпочечника полчаса видите вот тоже ведь вот собственно эти операции здесь с удалением селезенки полчаса я думаю вы правы потому что здесь комментарии в заключении пока ты есть что большая часть новообразования надпочечника у собак являются злокачественными онкологическая настороженность вы правы в том что возможно хотят еще чтобы вы посмотрели метастазы если на кт ну там в легких там нет легких половина легких только на кт ну исследование само вот поэтому вопрос какой если вопрос по надпочечнику его надо удалить если вопрос по наличию метастазов в легких то той части легких которые попали на исследование метастазов я не увидел вот наверное вот в этом вопрос был следующий да я угадал вопрос может же пить и угадывать вопросы сама может нет может ну я думаю что именно именно угадывать дебюки это самый черт придумаем вопрос себе чтобы ты на него ответил тот вопрос который я хотел тебе задать надо попробовать да попробовать да сейчас закончится эфир попробуем только как сформулировать ему это вопрос поди туда не знаю куда она не то не знаю что так ладно лирика исследование может есть есть ничего нет тоже главное лирическое отступление может в этих файлах что-то мы найдем ничего не находятся исследование и заключение какой-то зачем-то не знаю в общем если вопрос был по надпочечнику то да конечно требуется хирургическое лечение если угадал напишите это отвечу вам вопрос так у собаки эпилепсия следующий пациент маша 8 месяцев и скандал акши у собаки эпилепсия эпилепсия так да так так да генерализованы эпилептические приступы что у нас на мрт а у вас нет у вас нет мрт но в эти ваши собаки не реализованы эпилептический приступ наличие генерализована эпилептического приступа не говорит о том что собаки эпилепсия естественно поставить диагноз выяснить причину данного симптома а уже потом выяснять чем ее можно лечить то есть что надо сделать насчет вот это очень важный момент у нас есть видеозапись это точно генерализованы эпилептический приступ если мы видим молодую собаку или даже молодую собаку любую собаку у которой есть вот такой приступ генерализованы эпилептический то мы берем детнические биохимические анализы крови надо для того для чего для того чтобы не послать пациента у которого терминальной стадии там почечной печеночной недостаточности на дальнейшую диагностику на или если там у него высокие желчные кислоты к примеру а послать ее не на мрт а на кт поиск шунта и уже то что закрывать шунт для этого анализы крови даются там желчные кислоты берутся ну и так далее смотрится мочилина собачили на низкая альбумины это белки низкие и высокие желчные кислоты там мы подразумеваем наличие шунта дальше мы смотрим еще мочу если там ураты то это точно шунт и тогда мы такого пациента даже если у нее переиступы а посылаем не на мрт а на компьютерную томографию он называется так онкопоиск но это такое сленговое может быть название да там смотрятся все сосуды брюшной грудной полости поэтому вот так это делается для этого то есть анализ крови делается для того чтобы не послать пациента с очевидными другими причинами приступа на мрт а послать там на другое исследование вот поэтому в вашем случае что надо делать генерализован эпилептический приступ он четко понятен ночи однозначно очевиден вот такой какой-то здесь на видео соответственно вашем случае что надо делать в вашем случае надо ехать скорее всего на мрт анализы крови не забудьте точно тоже сдать вот биохимические и клинические анализы крови а мрт нужно делать чтобы посмотреть есть изменения да то есть что там с головным мозгом а уже по результатам мрт будет диагноз и дальше уже будет лечение ну или какой-то ну какой-то какие-то действия вот по поводу дозы но вы смотрите вот корвалол вы не описали к сожалению сколько там доза но собака вот тут есть пять таблеток корвалолы не нет я не думаю сколько вес собаки мне написали а да и по видео тоже нельзя сказать на килограмм 20 наверное ну и значит тут одна таблетка кровалола она на на 2 килограмма грубо говоря но на 3 килограмма вес то есть если 5 таблеток на 15 килограмм это начальная доза дальше дают кровь на количество феном орбиталов крови определяют и ну то есть по большому счету доза очень низко скорее всего в любом случае вот это если вы вдруг это была эпилепсия без структурных изменений то в общем по большому счету это дозировка она общем вот а пока не будет нет смотрите по поводу чуму чуму там вы пишете там энцефалит или его лечат сделали мрт там а вес 16 килограмм смотрите значит если это те симптомы появились по после того как собака принесла к чуму платоядных значит соответственно там есть воспалительный процесс скорее всего и тогда лечат основное заболевание в общем на диагноз мете но всегда нужен диагноз что бы вы ни делали как бы то есть всегда нужен диагноз то есть то чем болеет это конкретная собака вот еще уточните пожалуйста мрт нужно делать или кт но надо создать анализы крови если там низкая мочевина если там низкая мочевина белки низкие и высокие желчные кислоты тогда надо делать кт то есть желчные кислоты мочевина и бумин тогда и ураты в моче тогда лучше сразу сделать кт вот а если это по анализам крови все эти показатели в норме тогда делать мрт вот и записаться все это можно в клинике за один день тогда можно вот то есть так приблизительно так гульдог его да прям очень так там приступы так 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 приступы приступы это важно важный момент но тут однозначно генерализованы эпилептический приступ ну и надо дальше смотреть уже собственно говоря вот у нас пять пациент с приступом дальше надо смотреть мрт анализ крови и мрт только вырос два года так мрт еще есть приступ хотя и так понятно уже ну то есть есть однозначно понятен то есть это точно поражение головного мозга то точно надо знать из-за чего дальше да так то так так мрт мрт медики делали мрт не ветеринарные врачи потому что срезы ставят они по-другому так нет у нас структурных нарушений никаких нет структурных нарушений владелец а говорит наши врачи говорят что неизвестно из-за чего так нет не известно это просто эпилепсия без структурных изменений это эпилепсия без структурных изменений просто называется эпилепсия без структурных изменений надо подбирать дозу препаратов соответствующих то есть смотрите есть эпилепсия без структурных изменений она происходит у пациентов из-за того что внутри клеток мозга есть определенные проблемы с короче это какая-то канал апатии если вот так вот сказать но смысл там в чем что нарушены процессы возбуждения торможения внутри клеток головного мозга вот то есть определенные вещества через мембрану клеток проходят накапливаются не так как они должны быть вот в этом смысл еще хуже нет нет мое 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 объяснение по мою ситуацию еще хуще то есть клетки мозга работают не так как они должны работающие не тормозятся потому что в них не тормозящие вещества не походят вот так и это генетически обусловлено просто нарушение которое нужно сдерживать приемом препаратов да ну то есть эта собака будет лечиться медикаментозно и течение всей жизни но не лечиться на приступы будет контролироваться ну так то есть это будет контроль приступов уфе на пропитала не лечится потому что вылечить нельзя потому что это да 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 будет просто контроль пожизненный еще то есть им нужно просто правильно подобрать газиров подобрать дозу феноборбитала вот все больше ничего делать вот вот и еще пациент у нас сибирское окошко упала с лестницы отделавшись испугом месяц после падения все было хорошо через месяц стала менее активной иногда злилась до нет когда на нее дотрагивалась дотрагивались не стала меняться походка предположение какой-то там у травматолога была какая-то проблема суставов сделали рентген ничего не выявлено тут надо было спросить у этого травматолога какой симптом как как называется симптом дальше какой симптом какой симптом вот какой там симптом 8 не было такого нету наверно смена походки смена походки важно симптом просто трогает кошку за лапки симптомы тут не понять может тут что-то будет понятно никаких непонятно симптомов у меня таксия то есть у меня в голове что-то до главе там у нее как я уже вижу на образование гипофиза тын-тын-тын и у нее есть симптомы поражения в мозгу у гуглу ой мальчик уже вывалился мальчик уже вывалился уходила выпал мужичок поэтому у нее такси и потому что его же чок выпадает на образование гипофиза но на образование гипофиза только лечится только реально то есть смотрите реальное лечение которое существует в реальном мире это хирургическое то есть любое на образование можно только удалить хирургически все главному еще существуют методы облучения да но с ними все очень неоднозначно более там большая киста скорее всего поэтому лечение хирургическое всего больше ничего вернусь и реального хотите помочь своей кошки да не ведь мажечок выпал из мажечок уже сместился затылочное отверстие если он сместился затылочное отверстие у нее появились это меня появились симптом потому что он уже здесь но это все удалять спрашивает вместе с гипофизом ну конечно в любом случае он уменьшится и удалиться скорее всего больше или большая часть его да ну просто тут ситуация такая что морячок выпал как удаление гипофиза повлиять на качество жизни кошки ну тут я бы спросил что будет если она если объем не уменьшится мозга да она однозначно умрет если мы не уменьшим объем мозга который находится внутри костей уже у кошки появились симптомы уже выпал мажечок то тут уже уже все комбо уже все ну то есть варианты шансов на выживание ты уже выпавший мужички был когда-то очень давно у нас один нейрохирург ветеринарными были вот и он в книжке вот там книжки лет 15 было написано о том что если вы поможете кто сделать что-то нельзя это уже стопроцентная смертность вот это было вот наверно когда это было лет наверно 11 10 10 11 год вот и как бы а потом у нас были случаи когда мы смогли все-таки пациента вылечить вот и вы может найти вам показать эти случаи хотя на сейчас их очень много уже с выпавшим мужичком пациенты которых мы смогли вернуть к жизни вот поэтому то есть в этом смыслом ну лет 15 назад считалось алю что если мужичок выпал уже все без вариантов владельцы спрашивать сможете ли его взять на операцию до костюмом да конечно поэтому как бы сейчас нужно уже время это последний же да но есть есть время чтобы найти а пока ищите можно вопрос задам владельцы бульдога его спрашивают да не спрашивают они говорят что у них в алматы нет цена барбитала но на счет арбалолу насчет то лиферал а вот нашел это было так салютим был выпавший мужичок был из-за абсцесса а вот после топного прооперировали вот такая живая такси вот поэтому это еще пока пациент а в этом когда она была ты прошу мужичком я уже в коме было наполов состоянии кома вот это к чему что в принципе когда мальчик выпал если быстренько успел то еще жизнь сохранить вот ну и причина смерти естественно всех пациентов с образа вообще с любым объемом в голове голову внутри черепной коробки это просто повышение объема объем повышается по какой-то причине то гематома абсцесс там но образование мужичок выпадает смерть наступает и уже появились симптомы вот вот такая вот ситуация поэтому вот такой проблемам все спасибо до свидания до новых встреч и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok